Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами продолжаем двигаться по дороге жизни. Но что такое жизнь? Она складывается из различных фрагментов, ситуаций, каких-то решений, которые мы начинаем воплощать и приходить к их результатам. И поэтому жизнь – это, в общем-то, всегда поток событий, которые складываются из решений, принятых раньше. И поэтому то, что мы сегодня с вами продолжим говорить о Соломоне, о Давиде, о событии, которое произошло. Соломон стал царем, Давида поздравляют. Давид сам рад, что это произошло. И он благодарен Богу, что не произошло ничего того неожиданного, что могло быть. Но понятно, когда Господь царствует и на троне, и сам наблюдает за процессом, то никакая неожиданность, она не могла бы встать здесь на пути. Неожиданность бывает у врага, когда Бог все-таки воплощает свои планы. И в данном случае для Адонии это была некоторая неожиданность. Он думал, что он успеет, но опоздал. А вот для Давида, для Соломона, для Версавии и для тех верных Давиду людей – это доброе событие, с которым его поздравляют, и приходят все новые и новые люди. Ответ Давида на это мы читаем практически уже завершая главу 1-3 книги царств, 48 стих. «И сказал царь так, благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего, сидящего на престоле моем, и отчи мои видят это». С одной стороны, мог еще какой-то сын, как Адония, встать. Он тоже был бы от семени Давида. Но в данном случае идет речь о двух направлениях. О том, которого Бог пообещал и которого дал и благословил, как восполнение каких-то минусов в жизни Давида. Потому что когда-то, мы знаем и помним, вопрос Версавии для него очень дорого стоил. А теперь, как благословение Божье, вышел Соломон. И поэтому он хочет этим благословить всю страну. Вы знаете, вот в этом всегда Давид отличался. Он не только одевал одежды на себя, он не только думал про себя, а он думал о государстве, он думал о масштабности, он думал о Боге. Хотя, безусловно, были моменты его эгоизма, которые поднимались, и он дорого за это платил. Но тогда, когда он был настоящий, тогда, когда без искушения, а когда то, что есть в его сути, то поднималось то масштабное видение, ведение, взгляд, который нравился небу, который нравился людям. И поэтому они сейчас пришли его поздравлять. И потому эти слова «благословен Господь Бог Израилев, который…» То есть он знал, кто благоволил к его жизни. Он знал, кто открывал сейчас ему новую дверь в государственности. И поэтому знает, кого благодарить. Вы знаете, друзья, как часто люди, которые имеют успех, может быть, один день за другим, результат за результатом, и начинают думать, что это я такой успешный, это у меня такие хорошие данные, поэтому я того обошел и этого объехал на повороте. Но на самом-то деле, если благо поспешает, то оно от Господа. И очень важно отдавать Богу то, что ему принадлежит. И если мы посмотрим в своей жизни, когда есть какие-то неудачные моменты, задаются часто вопросы перед Богом, а где был Бог в этот момент, что происходило, почему Он не подставил вовремя руку или еще что-то. Но когда что-то складывается хорошо, то люди забывают говорить, что это Господь сохранял, оберегал все эти дни, месяцы, годы. И поэтому то, что ты живешь, то, что ты ходишь, то, что ты дышишь, то, что ты под Божьим покровом можешь даже иметь планирование на будущие дни, это говорит о том, что Господь благоволил к твоей жизни. Поблагодари Его, прославь Его за всякое доброе дело в твоей судьбе. Небесный Отец, я хочу вместе с Давидом сейчас и с народом поклониться Тебе и поблагодарить Тебя за все добрые моменты в нашей жизни, за все ситуации, которые стали результатами каких-то решений, соединенными с Твоей волей, с Твоим советом, с Твоим благоволением. Я благодарю Тебя, что для нас это очень ценно и важно, знать, что небеса наш дом, но мы пока на земле, и нам важно совершить это поприще, не забывая то, что Господь правит в наших судьбах. А не только помнить, но и благодарить, быть людьми, которые благодарны Тебе в каждом дне, в каждой ситуации. Если что-то нам кажется еще нерешенным или нерешенным так, как нам хочется, и за это благодарить Тебя, зная, что Ты держишь руку на пульсе. Слава Тебе за это, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин